В понедельник заключительный день временного перемирия между Израилем и Хамас. Ранее была достигнута договоренность об освобождении еще 11 израильтян. Список их имен израильские власти получили накануне поздно вечером. «Мы находимся здесь, в секторе Газа, вместе с нашими героическими бойцами. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших заложников. И, в конце концов, мы вернем их всех. У нас три цели в этой войне – уничтожить Хамас, вернуть всех наших заложников и сделать так, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля». В воскресенье боевики Хамаса освободили еще 17 заложников, 14 израильтян и трех тайландцев. В ходе третьего обмена в рамках четырехдневного перемирия. Среди освобожденных четырехлетняя Эбигейл Эддон. Ее родители, имеющие израильско-американское гражданство, погибли в результате терактов, совершенных Хамас 7 октября. «Она на свободе и сейчас находится в Израиле. Те, кто сейчас окутывает Эбигейл любовью и заботой, оказывают ей необходимую поддержку. Девочка пережила страшную травму». Девятилетняя заложница Эмили Коренберг провела вдали от семьи 50 дней. На протяжении всех выходных такие встречи, как эта, давали людям надежду. «Мы наконец-то вернули Эмили из рук террористов в Газе. Она сильно похудела, но в целом чувствует себя лучше, чем мы ожидали». В заложниках в секторе Газа остаются 180 израильтян. Среди них десятки детей и 80 человек с двойным гражданством. Катар, Египет, США и Евросоюз работают над продлением временного прекращения огня между Израилем и Хамас в секторе Газа, заявил министр иностранных дел палестинской национальной автономии Рияд Аль-Малики. Израильская сторона, как отмечают СМИ, проявила готовность продлить временное перемирие, если за каждый день тишины Хамас будет отпускать по 10 заложников. К продлению паузы призывает и НАТО. «Я приветствую тот факт, что соглашение между Хамасом и Израилем привело к освобождению заложников и доставке большого количества гуманитарной помощи. Я призываю продлить паузу, что позволит оказать столь необходимую помощь населению Газы и освободить больше заложников. Страдания, которые мы наблюдаем, подчеркивают необходимость долгосрочного политического решения». Между тем, в рамках соглашения о временном прекращении огня израильские тюрьмы уже покинули более сотни палестинцев. Толпу людей приветствовали их возвращение в Рамалахе. «Мы очень счастливы. Благодарим Бога за эту радость и надеемся, что все заключенные будут освобождены». Тем временем одна из женщин, освобождение которой добивается Хамас, это 16-летняя Нафус Хамад из Восточного Иерусалима. Она зарезала израильтянку два года назад. На прошлой неделе получила за это 12 лет тюрьмы. С визитом в Израиль находится президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Вместе с президентом Израиля Ицхаком Герцогом он посетил Кибуц-Беери на границе с сектором Газа, где террористы Хамас устроили настоящую бойню. Германия выделит 7 миллионов евро на восстановление сожженной галереи в Кибуце. Сегодня в Тель-Авив прибыл и миллиардер Илон Маск. Недавно он оказался в центре антисемитского скандала. В понедельник Маск также посетил Кибуц-Беери.